всем здарова народ с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня 12 ноября 2022 год очень много всего происходит на сегодняшний день на рынке в особенности крах биржи ftx которую очень сильно повлияло в целом на рынок и на сегодняшний день биткоин у нас 16800 эфир 1264 капитализация рынка ниже 1 триллиона монет прибавилось 21 1723 и бирж 524 единицы на две биржи стало больше несмотря на то что биржа ftx соскамилась в общем в этом видео я вам подготовил некоторые новости которые касаются именно биржи ftx плюс еще что происходит с ledger работает не работает как влияет это на ledger также что такое блокчейн на для тех людей которые хотят понять как в целом все функционирует и где безопасно можно удерживать криптовалюту на сегодняшний день если вам это интересно то оставайтесь и я вам это все дело расскажу в общем буду делиться реально отдельной информацией и так давайте посмотрим что у нас биржами если мы зайдем в раздел бирж то ftx у нас куда-то улетучилась упала там может быть на какие-то позиции или вообще нету также ftx рекомендует ну распространяется информация что лучше удалите приложение ftx с ваших гаджетов потому что биржу взломали и там уже работают хакеры также не ведитесь на всякие разные непонятные когда вам присылают инфу типа вот вы можете забрать свои деньги в общем на фоне краха ftx бирже вы можете получить очень много всякого разного спама и по поводу того покупать сейчас эту монету или не покупать это решаете вы сами у меня этой монеты нету я ее не покупал и не собираюсь покупать и на таких вот ситуациях я не пытаюсь заработать мне это вообще не интересно так что если вы вдруг это решили сделать то делайте это на свой страх и риск так давайте парочку новостей потом поговорим про ledger вот джипи морган например они говорят что крах ftx способствует оздоровлению криптовалютной отрасли эксперты инвестиционного банка джипи морган считают что текущие рыночные сценарии вызваны банкротства биржи ftx в итоге окажет положительное влияние на криптовалютную индустрию недавние события в крипто секторе вновь демонстрировали высокую волонтильность рынка цифровых активов короче сильно здесь вчитываться не будем в целом я что могу сказать мое личное мнение такое крипто мир должен регулироваться это должны сделать государства разные каждый в свою очередь потом в целом мировое какое-то регулирование крипты в целом блокчейн но чтобы регулировать нужно сначала чтобы что-то случилось а потом уже принимается какой-либо закон к сожалению это такая психология человека на планете земля когда все хорошо человек не хочет чтобы кто-либо внедрялся и чего-то там регулировал в основном это когда что-то произошло уже потом приходит регулятор это государство там как власть в какой-то форме и они придумывают для этого какие-то законы типа вот чтобы вот такого больше не было тогда нам нужно сделать вот так то вот так то принимаются закон и это начинает соблюдать государством и каждое государство примет свои какие-то регулятивные законы так вот я это все воспринимаю именно для подгона регулятором возможности придумать законы та же луна также рухнула теперь вот это ftx еще другие компании я думаю что это просто ну как говорят подкидные утки они подготовлены заранее и цель основная вот этих вот бирж платформ которые вдруг ни с того ни сего рушатся это чтобы создать вот эту обстановку негатива и тут регулятор прибежит и спасет ситуацию придумают законы с одной стороны это ну как бы не очень хочется что это чтобы это происходило с другой стороны ну так мы все устроены вся наша система и регулятор именно таким образом ведет новые законы быстрее будет регулирование вот поэтому джипи морган пишет что вот крах ftx способствует оздоровлению криптовалютной отрасли оздоровление это регулирование и чем больше регулирования чем больше законов тем больше разных компаний официально зайдут в мир крипты ну и соответственно криптовалюта быстро распространится в мире так что но с одной стороны на все что происходит только к лучшему ну конечно же не для всех кто теряет деньги ты так думать естественно не хочешь но так работает рынок чапмен джао мы увидим падение еще нескольких криптовалютных компаний вот генеральный директор биржи бинанс говорит что вместе с банкротством биржи ftx и аффилированных компаний кризис на рынке не закончен последствия будут более продолжительными после того как ftx пошла ко дну мы увидим каскадный эффект особенно сильные для тех кто был близко к экосистеме ftx они получат негативные последствия и вот эти вещи я думаю что заранее были заложены также я вам могу сказать такую штуку что возможно сейчас есть какие-либо биржи платформы с которыми мы с вами работаем и они имеют достаточно хороший авторитет но в любой момент может быть в этом году может следующем году это обязательно будет происходить периодически до двадцать четвертого года в обязательном порядке по мере возрастания будет происходить крах каких-то крупных компаний чтобы это ну как типа хороший и плохой полицейский или доктор что-то разрушится и приходит регулятор и мы вас спасем граждане и вот вам законы поэтому в следующем году я думаю что двадцать третий год нас ждет еще что-то мощное крупное должно обязательно разрушиться каждый раз это принимать какую-то новую неожиданную форму разрушения в общем там где мы вообще этого не ждали поэтому я всегда говорил и буду говорить что пока что лучшее место для хранения крипты это конечно же холодные крипто кошельки и одним из лучших является леджер если есть и другие их много но я лично пользуюсь именно леджер поэтому и буду говорить именно про леджер он по всем категориям является топом для меня круче место пока что не придумано и в принципе там и придумывать то что-то нечего и тут смотрите в чем заключается основная проблема современных инвесторов мало знаний по поводу того что такое блокчейн как работает блокчейн как открываются кошельки что такое криптовалютный кошелек и что такое например та же биржа в чем вот разница также очень много людей задают мне вопросы эдгар вот мы посмотрели там каких-то блогеров и они говорят то 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 один из таких вопросов что ну вот например я переведу с биржи бинат свои монеты на леджер и то что на леджере есть вероятность что монеты принадлежат не тебе вот и правда эдгар это так или не так и я сейчас буду как раз таки отвечать на на подобные вопросы отчасти как люди это говорят правильно но если вы понимаете о чем идет речь в этом всем есть определенные нюансы если вы хотите понять то я буду сейчас это рассказывать если вы думаете что у вас будет перегружен ваш мозг и это вредно для вашего мышления лучше переключите посмотрите там не знаю comedy club какие-то смешные видео посмотрите я не знаю что нибудь другой поделаете что-нибудь не совсем умное попозже опять будете задавать всем вокруг и мне те же вопросы слушай а действительно на холодном кошельке можно держать или это или то в общем проблема людей в основном заключается в том что мало знаний и человек такое существо что ленится внедряться сильно в суть как работает что-либо например как функционирует блокчейн что это вообще такое человек это не желает изучать а когда ты не знаешь основы у тебя вокруг этого миллион вопросов и тебя можно очень быстро облапошить и в трудной ситуации когда на рынке паника ты просто не знаешь что делать куда бежать потому что ты не знаешь основ поэтому и будешь задавать вопросы слушал лучше на бирже или на кошельке на каком кошельке зачем а переведу а что будет а а вот смотри а вот он говорит вот так а вот те говорят вот так как ты думаешь как ты думаешь как ты думаешь блин я думаю одинаково всегда как я думал так и думаю потому что я изучил что такое блокчейн что-то такое холодные горячие кошельки кастодиально не кастодиальные кошельки как это все функционирует и у меня в общем то нету вопросов к блокчейн индустрии и я дальше это все дело естественно еще изучаю но как бы знаю основа основа это как пойти в школу 1 плюс 1 2 аба в гд вы вот эти все какие-то стандарты учите а потом в целом уже можете тексты читать можете считать вот оно если ты не хочешь а значит такое один плюс один что такое вообще один цифры те говорят цифры ты говоришь а что это такое буквы что за буквы и тебе например 30 лет те 30 лет начинают показывают текст вот прочитай поймешь ты говоришь прочитай что такое прочитай пишешь ну читает буквы соединять тексты слова лишь я не знаю что такое буквы ну и как тогда тебе объяснить что-то тебе нужно сначала понять буквы цифры потом соединить какие-то уже маленькие тексты потом большие тексты потом уже понимать я не знаю там война и мир прочитать что там хотел сказать этот автор здесь ровно такая же штука поэтому я сейчас постараюсь вам эту информацию накидать если хотите слушать если нет выключайте и смотрите там как кошечки и собачки что-то там смешное делают вот дальше нет несколько тут новостей пробежимся и буду дальше вас грузить информацией ftx объявила о банкротстве сэм бэкман фрид уходит в отставку короче вот этот вот дружище кудрявые решил что все банкрот ему хотели помочь какие-то компании в итоге я не знаю пытались как это как-то эти деньги с биржи вывести то они открывали вывод денег то закрывали те кто работали с этой компанией выводили свои деньги через какие-то другие счета через какие-то системы кто короче как мог из этого вылез и уже есть много новостей про то что еще год назад было известно многим компаниям что ftx уже давно обанкротились они уже там всем должны все такое но как я говорю это просто заранее подготовленная штука есть чтобы сегодня именно это сработало и вы просто попали в такую вот трудную ситуацию рынок просаживается паника везде сейчас пишут что давайте попробуем вот вывести деньги из биткоина посмотрим насколько биткоин типа это все дело выдержит везде советуют продавать крипту по телевизору мне он скидывали мои зрители что показывают майкла сейлора у которого огромное количество крипты и его показывают как будто вот бедный майкл сейлор он все ушел в минуса мы советуем все продавать и типа он тоже все продает при этом майкл сейлор на таких вот ситуациях когда рынок в просадке он только докупает 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 ни одной единицы крипты биткоина он не продал только докупает по телевизору же рассказывают что человек все распродает ну как я и говорил основная суть заключается в том чтобы вас напугать и вы слили всю свою криптовалюту которая у вас есть так что вот такая вот ребята история также леджер сообщил о сбой в работе аппаратных кошельков тоже мне писали по поводу там каких-то сбоев а что будет с леджером естественно ну у людей паника они хотят сохранить свои монеты и думать что делать а что будет с леджером а леджер тоже закроется в общем одни и те же вопросы у леджер ребята все в порядке все великолепно работает и сбои были у леджер не из-за того что леджер не предоставляет услуги а в том что из-за того что биржа рухнула паника многие начали выводить свои деньги с разных бирж не только с ftx именно на леджер и серваки леджер в обработке на какой-то период там буквально на часик замедлились не отключились а просто замедлились из-за такого большого потока и они это все дело отладили и пишут что можете не переживать мы перенастроили свои сервера короче увеличили обработку возможности и вот из-за того что вот такая штука на рынке чуть-чуть замедлились был какой-то там сбой но за там пару часов этот сбой был перекрыт и все нормально также есть официальная страничка в интернете от компании леджер вы можете любой из вас зайти и посмотреть на данный момент работоспособность системы леджер и здесь если вы зайдете то пишется что вот леджер оперативно вот все работает на сто процентов безотказная работа если здесь какие-то нюансы моменты с чем-то то сверху есть всегда оповещение что вот такая-то такая-то компания что-то с ней не так и тут хочу как бы указать на то что вот то что сверху появляется это не проблема компания леджер это проблема того блокчейна той системы у которой проблема например вот здесь написано сервис леджер свап не может получить обменные курсы от ftx ftx это биржа которая работа ну не работает а состыкованно как обмен с биржи с леджер леджер в общем со всеми системами состыкованно и вот этот свап обмен не происходит ну потому что ftx рухнули как оно будет происходить и они пишут что мы продолжаем исследовать эту проблему мы продолжаем вот исследовать они постоянно пишут по мере вот выясняется служба обмена ftx приостановлена мы сообщаем мы сообщим вам как только снова включится вы можете продолжить обмен через леджер с другими нашими партнерами и здесь вообще не касается это компания леджер это ftx рухнули в самом леджере обмен данных с ftx нету почему потому что ftx блин рухнули как там будет обмен с разрушенной системой естественно леджер будет пишет что вот этот обмен пока что остановлен работайте с другими системами а а сам леджер функционирует великолепно вообще никаких проблем с этим не наблюдаются так парочку давайте новостей потом перейдем к понятию блокчейн и леджер вот сенатор синтия новые законы помогут избежать ситуации как у ftx и бинанс и вот они такие вот синтии это уже спасатели от регуляторов тут же прибегают и такие мы спасем эту ситуацию вот хороший плохой на полицейские вот по мнению парламентария надо эффективнее контролировать оборот криптовалютных активов и принять новые нормы которые помогут регуляторам противодействовать возникновению неприятных ситуаций в будущем и вот она вот эта игра вот без этой игры ну просто никак на нашей планете земля это как вы пойдете смотреть какой-нибудь новый супергероический фильм от компании там marvel садитесь смотреть этот фильм и в этом фильме нету противников есть супергерой который спасает ничего как вам такое кино в современном мире но понимаете что мы настолько привыкли что вы смотрите каком человек-паук там или какие-нибудь там их целый вагон этих всяких разных супергероев и каждому из этих супергероев есть свой противник кто-то против обязательно кого-то как может быть супергерой супергероем если он не имеет противник он на фоне чего-то супер герой один приходит все рушит другой приходит всех спасает вот это суть американского мышления это вот только так у них работает и они это применяют и во всем в этой жизни поэтому закидывают проблему прибегают и говорят ну смотрите мы должны регулировать а то будет как как у ftx как у луны хотите также нет ну тогда давайте ребята регулировать всю эту херню и все и принимают регулирование и кто-то может что-то сказать не может так вот вы будете сидеть в кинотеатре начинается фильм супергероический придумывает нового супергероя человек-паук 50 новая серия этот человек-паук такой ходит и нету противников ничего не происходит все просто офигенно вот все люди там живут проблем никаких нет у всех там дома деньги все на пляже кайфуют отдыхают все кто хочет у всех все есть и вот этот человек-паук такой ходит и что ему делать как внедриться в это все и стать супергероем спасти что что спасти нечего спасать все хорошо он говорит ну а тогда я нахрен не сдался получается в этой ситуации ты будешь такое кино смотреть ты пришел такой и супермен просто ходит и ты не понимаешь что он супермен то тогда что именно сфига ли он супермен он просто ходит и такая же фигня происходит и в мире если в мире было бы все хорошо в мире крипты не не рушились бы там луна ftx и так далее то как регулятор придет и примет какие-то законы тогда регулятор нахрен не сдался все хорошо все работает великолепно какое регулирование зачем вам что-то регулировать если мы отлично здесь функционируем поэтому это все вот именно таким образом работает и вот она подкатила вот супергерой например противник это вот этот вот чувак антигерой сейчас ftx в виде кудрявого вот этого бедного чувачка вот или может богатого я не знаю но вот он это якобы у нас антигерой а вот это якобы герой вот тот натворил делов всем плохо банкроты деньги потеряли скам пипец наступил и вот это пришла и говорит вот видите айда пошел принимать законы там все вот он хороший и плохой вариант вот виталя виталя бутерин высказался о банкротстве ftx виталик вообще какой-то инопланетянин я не знаю ему кушать там не дают или еще чё с каждым разом я смотрю на фотографию виталика такое ощущение что он вообще воздухом питается и сейчас прям на ходу там умрет я там у себя в закрытом чате посты делал он участвовал на мероприятии каком-то наделал такой отдел и очень похож был на фильм там про инопланетянина скрыто уже где-то участвует вот и вот он ничего не высказывал а тут высказался вот всю неделю криптовалютная индустрия старается от событий вокруг биржи ftx сотрясается но сооснователь эфириума виталя бутерин не комментировал ситуацию теперь же он назвал ее больно ранящей вот пишет что выглядела подозр МТ Джок выглядел подозрительно и никогда не старалась особо обелить себя с луна такая же история биржи ftx наоборот была полностью белой и заявила о полном соблюдении требования регулятора и якобы это вдвойне ранит короче вот это вот тут билиберда словесно я вам просто переведу что хотел сказать Виталя он говорит так что была компания вот та же например луна они работали в черную так сказать не объясняли откуда у них деньги кто они такие и это было так подозрительно для него и когда они рухнули это было вроде как обидно но ну понятно что они что-то скрывали а вот с ftx он говорит что а вот у ftx открыт работали в открытую все типа показывали и были такие белые пушистые и хорошие и никаких подозрений что это какая-то подкидная утка и тут и они рушатся и вот в Италии вдвойне в шоке типа я от них вообще этого не ждал если от луны я этого еще ждал от ftx вообще не ждал и типа ай-яй-яй вай-вай-вай как нам теперь жить вот вот такое высказывание от Виталика я думаю что вообще ни о чем вот криптобанк битбэнкер представил портрет типичного российского криптоинвестора аналитики изучили поведение 7000 пользователей на протяжении года и выделили общие черты соответствующие россиянину которые активно интересуются цифровыми валютами по мнению экспертов типичные российские криптоэксперты это молодые люди в возрасте от 25 лет как правило проживающие в крупных административных центрах в большинстве случаев это люди с высшим образованием интересующиеся технологиями инвестициями финансами которые не работают в найме активно путешествуют развивают какое-либо собственное бизнес направление мы видим среди россиян рост спроса на криптовалютные кошельки это альтернатива привычным зарубежным валютам такую валюту невозможно запретить или контролировать поэтому для многих кто живет за границей или работает в общем это актуально ну тут в общем какие-то вычисления если честно все эти вычисления вообще полная брехня вот сколько лет кто это вообще может быть кто угодно как угодно как они там трех людей там по пути чего-то спросят и потом делают какие-то выводы по мне так это вообще ни о чем сенаторы сша крах фтx подтолкнул разработку закона от потребителей цифровых товаров вот они видите супергерои супергерои это конечно же всегда власть вот сенаторы например сша и они сейчас будут все тыкать пальцем о вон луна о вон это фтx вот видите вот из-за них мы сейчас примем законы а так как бы нахрен они никому не сдались в конгрессе сша активизировалась работа над законопроектом дсспа на фоне поступления шокирующей для криптовалютного сообщества информация возможных последствий краха биржи фтx события происшедшие на этой неделе подтверждают очевидную необходимость усиления федерального надзора над индустрией цифровых активов мы ускорим подготовку окончательной версии для создания нормативной базы обеспечивающей безопасность инвестиций потребителей в общем вот они супергерои вот они все сидят все супергероические люди ну как вы видите все как обычно вот так вот работает ребята система но вообще в целом сам блокчейн это отличная штука будущего но чтобы это все дело заработало приходится вот такие вот всякие непонятные вещи придумывать теперь давайте я вам расскажу что такое блокчейн попытаюсь вдруг в трех словах вкратце и что такое ledger кошелек где лучше хранить деньги почему это именно так нужно делать тут есть много всякой инфы как это все дело функционирует и работает но насколько это возможно я сделаю это покороче что такое блокчейн термин блокчейн означает цепь из блоков полностью отображает суть технологии определенная информация представлена в виде цифрового кода который может быть не только числовым этот код и есть блок за которым идет следующее блин вот так вот сложно конечно вот принцип работы давайте по принципу работы наверное если максимально вот тут написано даже упростить то технология блокчейн кстати давайте знаете что я вам попытаюсь объяснить если кто-то понимает что такое блокчейн понятно что вам понятно есть люди которые ну просто не могут догнать что это блокчейн это вот представьте пространство как бы основная система на основе которой разные платформы строят свою систему открывают в этом пространстве ну как взять большую многоэтажку и к этой многоэтажке дать доступ кто-то напрямую к своей квартире имеет ключ а кто-то перед тем как в квартиру зайти ставит например дополнительный блок это какая-то компания которая по пути к вашей квартире предоставляет возможность попить кофе там чего-то поделать посмотреть кино какие-то возможности удобства но вы сначала должны зайти к ним вам выдается доступ именно в эту систему а потом только вы попадаете в свою квартиру разница бирж и вот холодных кошельков это холодный кошелек это ключ напрямую от вашей квартиры это вы ваша квартира это пространство блокчейн где ваши деньги лежат вы суете ключ открываете дверь заходите все ключ только у вас пространство принадлежит вам в случае за биржами пространство то же самое только с другой стороны и прежде чем вы попадете к своей двери у вас будет какой-то дополнительный холл комната где предоставляется какие-то услуги и вот этот вот ключ вам не выдают этот ключ у вот этой компании которая перед вашей дверью находится вам дают только какой-то логин пароль или честное слово вы открывая подходите к этой двери от этой компании перед тем как вашу квартиру зайти и говорите там какой-нибудь пароль там типа которую вы придумываете вам открывают вы заходите туда красота в том что там чай кофе потанцуем обмены чего-то какие-то биржевые возможности акции тут циркачи там чего-то там вам в кредит дают возможность там с кредитным плечом работать в общем все что биржа может вам предоставить и вот в комнату туда вы у вас там есть ваша криптовалюта она вроде как вам принадлежит но доступа ключа у вас нету сами ключи у биржи и получается если по пути на вашу к вашей хате вот эта биржа рухнет то у вас просто нету доступа к вашим деньгам все вы теряете это вот как бы основная суть плюсы бирж заключается в том что вы там можете совершать всякие разные обмены вот какие-то биржевые вот эти фишки быстрые какие-то возможности минус то что вы можете там потерять свои деньги ну и наоборот кошелек ledger прямой доступ к вашим деньгам но на ledger например нету столько плюшек сколько может предоставить та же биржа но зато здесь все безопасно это если вообще просто примитивно своими словами вот и давайте зачитаем что тут пишут как это более правильными словами если максимально упростить то технология блокчейн не что иное как своеобразный дневник с записями каждая запись сопровождается определенным хэшем хэш это своеобразная цифровая подпись поэтому поделать ее практически невозможно каждый хэш каждая подпись уникальна и изменение одной записи приведет к необходимости поделки всех последующих что в принципе нереально на данный момент такой дневник есть у каждого пользователя все дневники объединены в сеть и записи в одном из дневников дублируются в остальных другими словами технология блокчейн представляет собой непрерывно растущую цепочку блоков в которых содержатся записи обо всех транзакциях и информация одновременно хранится на всех компьютерах где используется блокчейн сама информация в блоках не шифруется она доступна всем в открытом виде но изменить ее нельзя и за счет подписи транзакции каждый блок содержит в себе порядковый номер хэш предыдущего блока таким образом технология блокчейн в первую очередь это возможно всем участникам сети получить мгновенный и прозрачный доступ к данным в реестре который возможно который невозможно изменить я думаю что вам более менее понятно как это все дело работает в общем само пространство блокчейн оно децентрализовано это составление вот этих вот блоков и просто представляете у себя в голове какое-то пространство и это пространство создается за счет того что децентрализовано вот у всех все держат эти монеты у всех включены компьютеры и вот эта сеть функционирует и за счет того что все в этой сети вот этот блокчейн и существует когда вы открываете кошелек создаете кошелек тут есть несколько вариантов как создать кошелек в самом вот этом пространстве блокчейн если вы берете ledger то ledger это просто система которая только лично вам дает доступ в это пространство вы берете это устройство подключаетесь к системе к блокчейну к сети и вот это вот устройство выдает вам так сказать квартиру в этом пространстве и говорит вот такая сид фраза 24 слова эти 24 слова это ключ к этому пространству сам ledger не знает этого ключа вот компания ledger не владеет этими ключами тоже они не видят эти ключи это просто штука которая создает эти слова и они только у вас вы только на этот момент смотрите на ledger и видите эти слова больше никто на этой планете земля этого не может сделать все вы покупаете ledger подключаетесь в пространстве блокчейн получаете квартиру место хранения вашей криптовалюты всей создаете это пространство и вам выдается вот эта сид фраза все она у вас есть теперь когда вы где-либо подключитесь через эту сид фразу к пространству к вашей квартире там будут находиться ваши монеты не обязательно даже пользоваться именно ledger вы можете выкинуть нахрен ledger вам нужно знать вот эту сид фразу вот эти 24 слова и вот эта система работает с бип 39 это это работает например трезер еще рядом криптокошельков вы можете взять например другой криптокошелек на тот случай если вы хотите узнать если сломается ledger или компания ledger закроется то что делать да похер вообще берете любой другой кошелек который на такой же системе работает их много там вводите свою сид фразу свой ключ вот вы поймите ledger это не сама квартира ledger это просто инструмент который дает вот этот вот ключ саму систему открывает вам хату в пространстве блокчейн все вот только создает эту систему и имеет возможность чтобы вы это все вводили вы можете это выкинуть взять например кошелек вот трезер подключиться к системе куда подключаетесь к блокчейн где ваша криптовалюта хранится не на ledger ledger это инструмент просто она хранится в блокчейне подключаетесь трезером вводите сюда сид фразу и у вас снова есть доступ куда к вашей квартире вот все холодные кошельки это просто инструменты через которые можно получить доступ к вашей квартире а квартира когда создается у нее есть вот эта сид фраза она защищена этой сид фразы у кого сид фраза тот и владелец этой квартиры вот и весь расклад просто вот эти холодные кошельки дают ну знаете типа ключ с подсветкой ключ с дисплеем ключ без дисплея удобства всякие разные прежде чем зайти в хату у вас типа ключ с отпечатком без отпечатка ну всякая хрень короче просто для удобства какие-то но суть они выполняют одну доступ к вашей квартире в блокчейн к вашим деньгам сама криптовалюта в блокчейн она из блокчейн никуда не выходит вот люди вот этого простого не могут понять и они думают что крипта лежит именно вот в этой вот пластиковой фигне типа вот она вот сломается вот эта флешка и типа ну все вы деньги потеряли нет если вы знаете ситфразу можете этот леджер выкинуть нахрен куда-нибудь если так пожелали купить любой другой леджер ввести там эту ситфразу опять хате есть доступ нету компании леджер нахрен леджер покупайте трезер кошелек вводите ситфразу подключаетесь к вашей квартире нету трезер нахрен трезер берете любой другой какой-нибудь да кошелек будет существовать если хотите сказать что ну а если вообще не будет это такой же тупой этот что а если электричество не будет а если вот воздух закончится ну тогда хана всем тут уже вообще что обсуждать я думаю что электричество будет всегда воздух тоже будет всегда вот а если уж будет армакедон то тут уже вообще все неважно стает Вот так вот это все работает Есть также информация на сайте официальная Ledger Что такое блокчейн Ключевые моменты прописаны Публичный блокчейн представляет собой распределенный реестр Он напоминает базу данных И обладает следующими ключевыми характеристиками Децентрализованность Вот там, где вы получаете хату Вот это все децентрализовано, распределено Операции проходят без посредников Распределенность реестра распространяется по всей сети Что усложняет процесс вмешательства Шифрование, анонимность После того, как данные добавлены в реестр Они не могут быть удалены или изменены Вот когда вы создаете с помощью вот этого вот просто инструмента В пространстве блокчейн Свою квартиру И у нее есть ситфраза Если она один раз создалась То никто не может это удалить или изменить Все Вы можете только туда добавлять крипту Или выводить оттуда крипту А вот сама ситфраза Когда получается 24 слова или 12 слов На разных кошельках Разные вот эти ситфразы То само пространство уже зафиксировалось И вся сеть это знает И это поменять невозможно Все Вы можете забыть эту ситфразу Больше никому ее не говорить Она вроде как не существует ни для кого Но в пространстве блокчейн она есть Все Она никуда не денется И вот смотрите В чем разница Холодного Еще раз И биржи Как и вы со своим ключом Так и биржа Биржа как работает? Биржа Сама Это какие-то люди Какая-то компания В пространстве блокчейн Открывают свою собственную квартиру Получают ситфразу Только у них там больше этих кошельков По количеству открываются И потом вам дают возможность На их созданном Созданной платформе На бирже Торговать Чего-то делать Но когда вы там покупаете монеты Все эти монеты Лежат где? Не у вас же Не вы же эту квартиру В блокчейне Открыли Ситфраза не у вас находится Все ваши деньги находятся В квартире Компании Например той же Binance Там эти деньги Ну они вам дают доступ Чтобы вы с ними там что-то работали Но если например Binance рушится Никто вам никаких данных не даст Вы просто теряете доступ Поэтому пока биржа работает У вас есть доступ Они все вам улыбаются Биржа закрывается Что-то у них не так Все До свидания Вы туда доступа не имеете Потому что у вас нету Ситфразы от их кошелька Их кошелек Также в этом же блокчейн Пространстве находится Может быть это соседняя квартира С вашим Вот в случае с Ledger Вы сами лично идете Получаете квартиру Получаете ситфразу Вы являетесь владельцем Напрямую Без посредников Все И чтоб там не происходило Ваши деньги лежат там Вот основная разница Поэтому основные деньги Вам нужно удерживать В своей собственной Квартире Так сказать Под собственным контролем Вашей ситфразы И все Но биржи нужны для торговли Для удобства Для всяких разных там Много манипуляций каких-то И вы переводите какую-то сумму С вашей квартиры С Ledger например В биржу Binance Например Торгуете там Чего-то делаете Но вы должны отдавать себе отчет Что если биржа накроется То вы эти деньги теряете Ну тут уже нужно Только надеяться на то Что на авторитет бирж Что это вот такая-то биржа У нее есть какие-то запасы денег Вот последние несколько дней Все биржи начинают подтверждать Что они застраховали Что у них есть какой-то определенный запас Криптовалюты Которую они тоже в свою очередь Удерживают на определенных холодных кошельках И типа это Деньги которые они не будут тратить В случае если что-то случится Кто-то взломает биржу И выведут там какие-то определенные деньги То у них есть определенные фонды Которые перекроют эти потери И вы продолжите с этой биржей работать Вы в общем вы не потеряете Так что вот такая вот ребята разница И вот можно показать Вот как банковская система Например работает То что вы в банке Когда отправляете кому-то деньги Вот отправитель Потом оператор денежных переводов Потом банк Потом расчетный реестр Потом зарубежный банк А потом только получатель получает В общем ваши деньги Идут через разных посредников И только приходит к какому-то другому человеку Это вот обычные деньги так функционируют А когда работает блокчейн То у блокчейн идет сразу напрямую Вот как работает блокчейн Алена хочет отправить деньги Допустим Вот Транзакция оказывается в блоке Блок транслируется всей сети Сеть одобряет транзакцию Блок добавляется в блокчейн Транзакция успешно завершена Здесь нету посредников Тут есть вот сама сеть Получается вы со своего кошелька Закидываете вот эту вот транзакцию Вот этот блок Заявку типа Я хочу например там один биткоин перевести Какому-то другому человеку В другой кошелек Вы когда это формируете Этот блок появляется в самой сети Вот Транслируется в сеть Есть майнеры Со своим оборудованием Которые делают эту обработку Перемещают с одного места в другое С одного кошелька в другой кошелек И за это получают проценты И вот когда сеть берется за транзакцию Какой-то майнер Какой-то из компьютеров в мире Вообще не важно кто Любой майнинговый аппарат Это все подсоединяется к общему блоку И переходит уже другому владельцу И вся сеть знает Что вот такой вот биткоин Под такой нумерацией Такой блок Теперь принадлежит Вот этому кошельку Типа из этой квартиры выехал Теперь заехал вот сюда Вот он там живет Теперь его здесь нет И вся сеть это знает И нельзя это поменять Нельзя это переделать Вот Если в блокчейн Сети что-то происходит Вот например Биткоин сеть Да То это фиксируется навсегда Все Вы переместили куда-то биток Все Теперь он не здесь Он там Все это знают Это открыто И это понятно как бы всем Дальше Что такое криптовалютный кошелек Вот Ключевые моменты Криптовалютный кошелек Представляет собой интерфейс Для взаимодействия с вашими Криптоактивами В блокчейне Это интерфейс Это просто Инструмент Чтобы взаимодействовать С вашими криптовалютами В блокчейне Вот как я сказал Блокчейн Там создается квартира И вы в этой квартире Закинули ваши монеты Чтобы получить доступ к монете Вам нужен какой-то интерфейс Это может быть Леджер Трезер Ну и так далее И все остальные кошельки Сами по себе Криптоактивы По сути Являются лишь данными В блокчейне Вот Если у вас есть какие-то монеты Это просто блоки Под определенными номерами При этом Внутри криптокошельков Есть приватные ключи От определенных локаций В блокчейне И именно Приватный ключ Представляет полноценный доступ К криптоактивам Чаще всего Криптовалютные кошельки Делят на горячие и холодные Горячие кошельки Хранят приватные ключи Для доступа к криптовалютам Внутри приложений Подключенных к интернету В то время Как холодные кошельки Держат их в оффлайне То есть За пределами интернета Вот тут есть Разделение уже Горячий и холодный кошелек Вот это леджер Холодный кошелек Здесь есть приватный ключ Который я активировал Я ввел сюда Свою сид фразу Этот ключ Стал активным И у него есть Приватный ключ Теперь Если я эту штуку Подключаю К интернету Могу Получить доступ К своей квартире Где хранятся Мои монеты Но нужно Знать еще здесь Пароль Активировать это Своими собственными Пальцами И вообще Нужно помнить Свой пароль Вы можете его забыть Нахрен И вообще Доступ закрылся И Есть Это холодный кошелек Холодный Это имеется ввиду Вот его Подключили Он работает Отключаете Приватный ключ Отключен Никто никогда В жизни Не взломает Почему Да он просто Тупо отключен От интернета От сети Все Его нету До свидания Никто про него не знает Горячие кошельки Это Как бы Суть у них такая же Ну например Там Кошелек Метамаск Вот Открываем Вот он Метамаск Это горячий Криптовалютный Кошелек И когда я его создаю Мне Вот Метамаск Тоже дает Сид фразу Вот эти Слова Я их тоже Записываю Или запоминаю Но Отличие От Холодного В том Что я не могу Вот этот Метамаск Сейчас взять Вот Ну вот так вот Взять и Интернета Вырубить Не получится Он всегда в сети Он всегда в сети Находится Соответственно Вот этот вот Приватный ключ От Метамаска Всегда в сети А когда что-то Всегда в сети То хакер Может с этим Работать И Тут уже Все зависит От компании Метамаск Насколько они Могут защитить Этот кошелек Поэтому Если у вас Деньги В самом Метамаске Находятся И Хакер Смог Через какой-то Период времени Взломать Метамаск То ваши деньги Оттуда Украдут Заберут Переведут Все они получают Доступ В случае с Леджер кошельком С холодным Любым холодным Кошельком Леджер Трезер Это все Вот отключено И с этой системы Хакеру работать Невозможно И он и не будет Этого делать Вот Если он его не видит Как с ним вообще Работать Поэтому Это считается Холодным Это считается Горячим То что подключено К сети Горячий Если Холодный кошелек Подключить К сети Он стает Горячим Потому что Он на данный Момент В сети Когда вы Не работаете Своей криптой Отключаете От сети Свой холодный Кошелек Чтобы он Стал холодным Так сказать И все И никто Не сможет Ваши деньги Забрать Это максимальная Защита На сегодняшний День Но есть еще Один Такой нюанс Вот например Горячий кошелек Метамаск Вы там Храните Определенные Монеты Есть просто Знаете Удобство Горячих И холодных Холодный Неудобен Тем что Его надо Постоянно Подключать Отключать Вот это Все Манипуляции Если вы Постоянно Работаете С криптой Это не Совсем Удобно Поэтому Существуют Горячие кошельки Поэтому Существуют Биржи Где Вы можете Бам Подключились Биржи Всегда Круглосуточно И вы можете Там Торговать Что-то Делать Движухи Наводить Но Не забывать Про риски Здесь же Вы закидываете Крипту Тут Как бы С торговли Будет сложновато Тут больше Для хранения Чем для торговли И Вот каждый раз Что-то его Подключать Выключать Это целая История Будет Но Теперь Есть Связка Следующая Горячий Кошелек Метамаск Также на нем Есть определенные Монеты На которых Нет Которые Например Их нет На леджере Метамаск Работает С новыми Монетами Которые Только Создаются А леджер Кошелек Всякие Разные Непонятные Новые Монеты Не Принимает Он Только Берет В работу Те Которые Уже Прошли Определенные Какие-то Проверки Тем Самым Он сам Себя Обезопасивает И Поэтому Хочешь Не Хочешь Чтобы Работать С новыми Монетами А Приколюха В том Что Монета Появляется Ты Быстро Покупаешь Она Развивается Стоит Крутой Системой И Ты Получаешь Больше Денег Вот Поэтому Приходится Работать И с Такими Кошельками У них Свои Плюсы Но Здесь Есть Фишка Вы Можете Леджер Кошельком Холодным Защитить И эта связка Уже Работает Существует Вы Объединяете Кошелек Леджер С Метамаск Кошельком Холодным С горячим Кошельком Защищаете Этим Кошельком Горячее И Когда Леджер Подвязан К Метамаск То Все Монеты Находящиеся В Метамаске Они Уже В Леджер Пространстве Так Сказать В Другой Квартире И Если Кто-то Взломает Метамаск Получит Доступ К вашему Метамаск То Не сможет Вывести Оттуда Вам Монеты По той Причине Что Все Монеты Находятся В защите Под Леджером Все Они Могут Увидеть Эти Монеты Могут Взломать И их Увидеть Но Вывести Не могут Потому Что Монеты Уже Находятся Именно Под Защитой Сид Фразы Созданная Леджером В другой Квартире Вот И Вот Эта Вся Система Как Это Делается Это У Меня Есть Курс Который В конце Ролика Я вам Покажу В Описании Есть По Леджеру Там Больше 70 Уроков Включая Урок Как Создать Метамаск Кошелек Горячий Как Леджер Работает Все Функции Как Связать Эти Вещи Между Собой И Защитить Горячие Кошельки Не Только Метамаск Основной Конечно Это Метамаск Так что Вот Здесь Про Эти Вещи Прописаны Вот Тут Есть Как Раз У Леджера Горячие Кошельки И Холодные Кошельки Тут Прописаны В чем Разница И Тут Есть Кастодиальные Некастодиальные Они В свою Очередь Еще Разделяются Горячие Кошельки Бывают Кастодиальными Некастодиальными Кастодиальные Кошельки Не Представляют Полноценный Контроль И Право Собственности Над Вашими Деньгами Поэтому Взаимодействие С ними Все равно Что Держать Свой Автомобиль В чужом Гараже Да Машина По факту Принадлежит Вам Но Вот Ключи От Гаража Все же Лежат В кармане Его Владельца Если Последний Однажды Вдруг Не захочет Выдать Вам Ключ Сесть За руль Любимого Автомобиля Уже Не Получится Короче Смотрите Есть Кастодиальные Некастодиальные Вот Сейчас Тут Написано В то же Время Самым Наглядным Примерным Кастодиального Криптовалютного Кошелька Являются Криптовалютные Биржи Вот Например Вы Регистрируетесь На какой-то Бирже Биржа Просто Вам Подвязка Вот Это Кастодиальный Кошелек Биржа Вам Не дает Сид Фразу Вам Не дается Доступ К В блокчейн Квартиру У вас Просто Только Доступ В тамбур Вот В прихожую К вашей Квартире Вы работаете В прихожей Все монеты Лежат в квартире А вы В прихожей Там Торгуете Чего-то Делаете Вот Это Как раз Таки Кастодиальный Кошелек Вот В то же Время Некастодиальные Горячие Кошельки Представляют Доступ К приватным Ключам И соответственно Позволяют Вам быть Полноценным Владельцем Своих Криптоактивов Вот А Некастодиальные Кошельки Это когда Вам выдается Вот эта Вот Сид Фраза У вас Есть Доступ К Вашим Монетам Но Они Они в любом Случае Являются Горячими Кошельками Вот Получается Биржа Бинанс Находится Всегда В доступе Она Всегда Находится В интернете Всегда В работе Это Горячая Тема И Вам не дается Никаких Сид Фраз Просто Логин Пароль Стандартный Который Я не знаю Можно взломать Там Нефиг Делать Вот Это Кастодиальная Система Не Кастодиальная Например Это Вот Вы Открываете Какой Нибудь Кошелек И этот Кошелек Тоже В интернете Он тоже Горячий Кошелек Но Он Выдает Вам Сид Фразу С помощью Которой Вы можете Получить Доступ К вашим Деньгам Тут Не просто Логин Пароль А еще И сама Сид Фраза Есть В случае Взлома Этой Системы Ну Или Исчезновение Этого Кошелька Вы берете Эту Сид Фразу Активируете Ее На Какой То Другой Системе И опять Получаете Доступ К вашей Квартире В случае С биржей Вы доступ Вообще В ноль Теряете Поэтому Есть Горячие Кошельки Разделенные Кастодиально Не Кастодиально Это Сид Фраза Без Сид Фразы И Вот Холодные Кошельки Которые Интернета Тут Уже Вам Как раз Таки Решать С какими Кошельками Вам Работать Вот Примерно Такая Ребята История Тут Еще Просто Дофигища Всякой Разной Информации Более Подробно Как Все Нюансы Как Подключать Какие Чипы Там Еще Кастодиально На свои Какие-то Более Такие Тонкости Разделяются Но Это Если Вы Хотите Можете Подробненько Самостоятельно Изучать Я думаю Что Самое Главное Основная Суть Вам Должна Быть Уже Понятна Ну И Соответственно Такой Вот Смотрите Еще Один Последний Нюанс Вот Мне Задают Вопрос Что Эдгар Вот Смотри Типа Мне Такое Спрашивают Я Вот Смотрел Блогера Вот Девушка Мне Задает Вопрос Вот Из моего Чата Закрытого Эдгар Ягер Смотрела Блогера Который Говорит Что Если Ты С Бинанс Например Переводишь Деньги На Холодный Кошелек То Все Равно Типа Твои Монеты Могут Тебе Не Принадлежать Вроде Они На Леджере Но Тебе Не Принадлежат Это В том Случае Если Вы Застейкали Ваши Монеты И Выбрали Валидатора Который Забирает Ваши Монеты Так В этом Случае Да Монеты Находятся На данный Момент Вроде Как На Леджер Но Принадлежат Валидатору И Вы Их Просто Передаете Вы Опять Можете Просто Смотреть На Ваши Монеты Но Они Находятся У Валидатора В Квартире Поэтому Есть Разный Вид Как Застейкать Свои Монеты Я Работаю Больше С Теми Монетами Теми Блокчейнами Которые Можно Застейкать Положить Под Процент Но При этом Получая Проценты Монеты Не Уходят Во владение Других Каких-то Платформ Систем И Каких-то Там Компаний Или Людей Деньги У вас В вашей Квартире Под защитой Вашей Сидфразы Но Вы Получаете Проценты Вот Есть Определенный Список Монет Которые Именно Так И Работают Вы Стейкаете Монеты И Ничем Не Рискуете Красота Красота Вот Я тут Одному Своему Знакомому Это Когда Объяснил Пытался Это Объяснить И он Такой Говорит Нифига Вообще Ну Смысли Как Так Типа И он Мне Так Говорит Эдгар Ну Смотри Ты знаешь Что мне Типа Говоришь Какую Нереальную Фигню Я говорю Какую Ну Говорит Ну Вот Смотри Как будто Это Знаешь Как Так Типа Вот Смотри Говорит Вот Мои Например Вот Пять тысяч Рублей Чтобы Получить Пять тысяч Проценты С пяти тысяч Рублей Мне Говорит Что Надо Сделать Пойти В банк Правильно Я Говорю Ну Да Правильно Отдать же Надо Говорит Мои Пять тысяч В банк В офис Я говорю Да И они Получаются Этого процента Потому что Пользуются Этими Пяти тысячами Прокручивают Их Типа Зарабатывают Тебе Твои проценты Но деньги Говорит У них Находятся А ты Говорит Предлагаешь Такую штуку Пять тысяч Остаются У меня В кармане Я захожу В банк Например Там Сбербанк И говорю Я хочу Свои Пять тысяч Положить Под Процент И Ну Там Не знаю Шесть процент Годовых Но Деньги Остаются У меня В кармане И они Говорят Да Конечно Ваши Деньги Теперь Под Процентами До Свидания Приходите За Процентами Я не знаю В следующем Месяце Ну Ты Как Это Представляешь У Мои Деньги Моя Пятерочка У меня В кармане А они Мне Каждый Месяц Будут Проценты Платить Это Ты Говорит В блокчейне Где Такой Вообще Нашел Я Говорю Именно Так В блокчейне Именно Так Все И Работает Мои Деньги На Моем Крипто Кошельке Я Никому Их Не Отдаю Но Мне Платят Проценты Красота Он Говорит Да Блин Красота Конечно Охеренно Просто Но Говорит Мой Мозг Это Не Может Понять Как Это Работает Схрена Тебе Типа Платят Деньги Если Твои Деньги У Тебя Блин Им Типа Зачем Это Им Надо Они Типа Придурки Что Ли Вообще Дураки Что Ли Зачем Просто Берут Тебе И Свои Деньги Отдают Потому Что Твои Деньги У Тебя В Кармане Я Говорю Вот Изучи Блокчейн Как Работает Система Многие Из вас Я думаю Что Тоже Не До Конца Понимают Суть Заключается В том Что Мои Монеты Я Соглашаюсь На то Что Я Их Не Перемещаю Своего Кошелька И Они Работают В Сети Они Обрабатывают Транзакции Благодаря Моим Монетам Сама Сеть Существует Это Децентрализация Что Там У Меня Например Тысяча Монет Какой Определенного Блокчейна У Васи Петичкина У Армена У Джо У Еще Кого То Там Сэнди Вот У всех Там Эти Тысячи Монет Они Из Кошельков Их Не Выводят Подключается К Системе И Говорят Что Мы Перемещать Не Будем Если Ты Их Не Перемещаешь Они Находятся И Ты Дал Добро На Обработку Транзакции Благодаря Твоим Монетам Проходит Обработка Этих Транзакций И Сама Сеть Существует Благодаря Этому И Все Что Происходит В этой Сети Все Транзакции Обрабатываются В благодарность За то Что Ты За счет Тебя Эта Сеть Существует Тебе Платят За это Процент Вот Такая Вот История Или По другому Как сказать Вот Например Вы Хотите Устроить На Мероприятии Как Голосование Это Как Сказать Ребята Вот Сто Человек Можете Подойти Вот К этому Времени К этому Зданию И Мы Скажем Что Мы Сто Человек Согласны Вот С чем То Вот Эти Люди Вроде Ничего Не Вкладывают Но Они Присутствуют Там Они Обещают Что Они Придут Они Приходят Они Там Находятся И Эти Сто Человек Объединены В сеть С голосованием Насчет Чего Либо И Вот Так Как Они Все Приходят Вы Потом Им Раздаете Колбасу Например Там Или Конфетки Если Кто-то Не Приходит Обещал Но Он Не Приходит Конфетку Не Получает Соответственно Здесь Примерно Так Так же Все Работает Вы Обещаете Что Ваши Вашей квартире В пространстве Блокчейн Лежать Вы их Перемещать Не будете Там Дается Такое Обещание Это Есть Стейкинг И Благодаря Тому Что Вы Не Перемещаете Держите Своё Честное Слово Сама Сеть Вас Благодарит Что Вы Вот Присутствуете Вы Участвуете Получаете Проценты Чем Больше В этой Сети Ваших Монет Тем Больше Вы Получаете Проценты Примерно Это Так Функционирует Людям Это Очень Сложно Понять Тут Именно Фишка Работа Децентрализованных Сетей Вот Она Децентрализация Централизованные Сети Они Работают Тут Один Главарь И Все Люди Приходят К этому Главному Отдают Свои Деньги А Децентрализованно Каждый Человек Является Системой Но Все Они Объединены В Одно И Вот Я Говорю Что Вот Например Вот В этой Системе Вот Он Я Например И У Меня Здесь Тысяча Монет И У Другого Человека Тысяча Монет У Другого У Другого У Другого Создается Сеть Все В сети Эти Тысяча Монет Свои Удерживают Кто-то Тысяча Кто-то Сто Тысяч Кто-то Миллион Монет Кто-то Одну Монету И Вот Эта Сеть Функционирует Там Приходит Вася Петечкин Говорит С кошелька На кошелька Хочу Переместить Деньги За То Чтобы Вот Эта Транзакция Проходит Эта Сеть Обрабатывает Эту Информацию Перемещает Но Этот Человек Платит Определенный Процент Этот Процент Делится В сети Тем Людям Кто Обработал Эту Информацию Чем Больше Сеть Чем Больше Движухи В этой Сети Чем Больше Запросов На Перемещение Монет Тем Больше Обработки Информации Тем Больше Процентов Тем Больше Люди Зарабатывают И Получается Такая История Что Если Какая Либо Сеть Какая Монета Например Там Выходят Такие Новости Что Вот Такая То Компания Теперь Сотрудничает С Такой То Крипто Игрой И Они Будут Обрабатывать Им Именно Эту Игру Все Транзакции Это Есть Хорошо Типа Вот Этот Блокчейн Теперь Работает С этой Компанией С Этим Банком И Вот Эти Все Транзакции Чем Больше Эта Сеть Берет Какие То Компании Начинает Их Обрабатывать Тем Больше Мы Получаем Процента И Вот Так Разрастается Это Уже Этим Занимаются Там Маркетологи Всякие Ну И так Далее Популяризируют Все Эту Систему Ну Например Та же Тот же Сент Вот Монета Сент Вот Метавселенная Вот Если Вы Зайдете Допустим Вот Монета Сент Они Сент И еще Полигон Работают Вместе И вот Эта Сеть Как раз Таки Имеет Эту Возможность Вот Сейчас Зайдем Если Сейчас Авторизован Я здесь То Вам Покажу Да Вот Можно Допустим Зайти Посмотреть Здесь Есть Эфириум Так Что Это У нас Тут Next Что 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 Тут Вылезло Какая Приколюха Это Мой Персонаж Кстати Что Они Тут Хотят Сказать Очень Интересно Следующий Сезон Будет За Вами Продолжайте Веселиться И постарайтесь Выиграть Несколько Наград В следующий Раз Награды Которые Вы Пропустили А Ну Это Там Надо Было Короче Играть И получать Всякие Штуки Я Там Какое Это Время Играл Потом Времени Не Было Ну Вот Смотрите Допустим Здесь Игра Sandbox Работает С блокчейном Эфириум В общем Здесь Присутствует Монета Sand Также Полигон Матик Вот И Обрабатывают Все Что происходит Вот В этой Игре За счет Вот Этой Вот Системы Вот Этот Блокчейн Как раз Таки Имеет Деньги Круговорот Так что Чем Больше Какой Либо Монете Подключаются Какие Либо Игры Площадки Платформы Системы Тем Лучше Тем Больше В обработке Будет Ну И так Далее Короче Думаю Что на Этом Все Хорош Уже Вас Грузить Всякой Разной Информацией Так что Держите Ваши Деньги По Возможности На Холодных Крипто Кошельках Как С ними Работать У меня Есть Мои Курсы Можете Зайти Посмотреть Вот Мой Курс Леджер Холодный Крипто Кошелек Плюс Метамаск И там Как раз Рассказываются О Этой Связке И вообще Леджером Можно Защищать Очень Много Всяких Разных Систем Почты Ваш Ютуб Социальные Всякие Сети Много Чего Вот На этом Ребята Все Увидимся В будущем В бесконечности Да Пребудет С вами Горебанный Блокчейн Блокчейн